В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И в гостях у нас сегодня начальник ГУФСИН России по Приморскому краю, генерал-майор внутренней службы Вадим Викторович Вёрсткин. Вадим Викторович, добрый день. Добрый день, Юля. Рады видеть в нашей студии столь серьёзных гостей. Давно к тому никто не заглядывал. Можно сказать, что правительство утвердило новую концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. И так получилось, что как раз вы к нам пришли в гости. Конечно, мы об этом обязательно поговорим. Но давайте для начала поговорим о том, что сегодня происходит в системе. И совсем недавно отмечался великий праздник – День Победы. В уголовно-исполнительной системе как-то этот праздник проходит, отмечается или нет? Да, Юль. Не только во всей уголовно-исполнительной системе. Я скажу про ГУФСИН по Приморскому краю. Мы как сотрудники, так и лица, находящиеся под стражей в колониях, отмечаем этот праздник различными мероприятиями. Сотрудники участвуют в различных парадах, в том числе и на центральной площади города Владивостока. У нас постоянно коробка выстраивается, есть числа сотрудников аппарата управления. В городах, где находится наше учреждение, в этом году только в Чугуевке, в других – Артем, Уссурийск. Не принял участие, но ввиду ограниченности по пандемии. Осужденные участвуют, конечно, внутри колоний различными мероприятиями в виде торжественных собраний, в виде участия в каких-то знаковых мероприятиях. То есть делают поделки, рисунки, выпускают передачи, иначе записывают видеоролики. Вот таким образом мы участвуем в этом празднике Победы. А если я не права, поправьте меня. Роль ГУФСИН – это ведь и исправительных учреждений. Это, в первую очередь, исправление, воспитательная, скажем так, какая-то работа. Вот патриотизм в этой работе, он важен? Вот такие праздники, как 9 мая, они важны? Конечно, важны. Потому что, правильно вы заметили, у нас учреждения, они называются исправительные учреждения. Исправляется ведь не только трудом, но и вот именно этими торжественными мероприятиями, и государственными праздниками, и если гражданин России, даже если он приступил к закону, он все равно считается и является гражданином России. Поэтому, как правило, все не отрицают этого и участвуют в этих торжественных мероприятиях, ну, как говорится, по мере своих возможностей, сил, ну и, как говорится, грамотности, что ли. Поэтому мы эти моменты используем. Вот сегодня также прошло мероприятие в селе Маленый мыс. Это под Большим камнем где-то рядышком. Да, это рядом с Большим камнем. Но это Шкотовский район, поэтому приняли участие и депутат Государственной думы, Новикла Михайлович и глава Шкотовского района, Михайлов Виктор Иванович, ну и много других было гостей, жителей. Открывала памятник старейшая жительница этого села, 90-летняя, значит, женщина. Ее супруг, покойный, к сожалению, участник боевых действий с Японии, брат ее, участник войны, значит, на Западе, погиб, к сожалению, разведчик. И вот принимали участие в восстановлении этого памятника, значит, не только сотрудники учреждения, но и, значит, осужденной колонии-поселения. То есть они также принимали участие в восстановлении этого памятника. То есть они помогали прямо в работах? Да, в работах, поезжали по собственному согласию, выезжали, значит, принимали участие в оформлении, то есть где-то работали физическим трудом, да, где-то использовали свои навыки, значит, художественные. И в целом получилось очень знаменательно. Мы уже проговорили, что привлекаются к труду осужденные, вот как, допустим, это было с памятником, да? Вот хочется задать этот самый вопрос, труд, он действительно облагораживает человека? – Я думаю, что, может быть, не так это слово облагораживает, как-то выражается, да, вот… – Да, 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 понятно, мы как всегда представляем, что из какого-то жителя трущоб, там, да, он становится сэром, там, нет, конечно. – Конечно, облагораживает он, скорее всего, в душе. Во-первых, много у нас осужденных длительным сроком. Это время, оно, конечно, если не участвовать в каких-то мероприятиях, в том числе и трудозанятым быть, идет медленно. Все это прекрасно понимают, и если не участвовать в труде, скажем так, то это, наверное, не облегчает нахождение в справедливых учреждениях. Это, скажем так, такая моральная составляющая. А практическая составляющая, ведь очень много осужденных, это порядка, наверное, ну, 50% из числа, она имеет иски. Причем иски и многомиллионные. Вот, и эти иски нужно выплачивать потерпевшим, государству. И наша обязанность туда устроить, в первую очередь, вот, исковиков, чтобы они работали, выплачивали иски. Вторая часть, которая эти иски, может, не имеет, но также хочет трудиться, чтобы получить какую-то финансовую поддержку по выходу из учреждений. Вот, тут другая составляющая, это заказы, которые мы должны найти среди предпринимателей, государства, в лице, вот, значит, губернатора. Мы находим понимание в лице нашего законодательного собрания. Значит, председателя Ролика Ивановича издаются соответствующие распоряжения губернатора и законы Приморского края, которые нам позволяют сейчас наращивать объемы производства, получать заказы как от краевой администрации, так и от муниципалов. Ну, естественно, к нам идут и коммерсанты, потому что условия мы представляем более благоприятные для производства. Вот, должно быть только понимание со стороны коммерсантов, что все у нас работает на законодательной основе, на правовой основе. Возключаются договора и, ну, скажем так. То есть все должно быть по белому. Да, все по белому, это однозначно, вот. И наша задача, как можно больше получить заказов, как можно больше туда устроить осужденных, вот. И общаясь с ними, ведя прием по личным вопросам, вот, ведь абсолютно большинство желает работать, причем искренне желает работать, вот. И одна еще составляющая, может, даже кто-то не сильно желает, понимает, что трудящий на производстве, получая не только финансовая, поддержку, выплачивая иски, тем самым отражается все это на характеристиках. И есть, так сказать, институт условно-досрочного освобождения или изменение вида режима на более легкий. Вот. Это тоже влияет на написание характеристики на данного осужденного. Если он участвует в общественной жизни, то устроен, выплачивает иски, соответственно, понимание, что он идет к исправлению, имеется не только в учреждениях, но и в соответствующих органах судебных, надзорных. Вот. Поэтому это такой комплекс. А в каких работах заняты? Что это за заказы? То есть, я так понимаю, как я понимаю, да, вот, допустим, нужны городу, ну, я не знаю, лавочки. И они могут обратиться к вам, и эти лавки изготовят осужденные и будут поставлены. Как-то так, да? Или нет? Да, это все так. Значит, во-первых, у нас есть сайт. Сайт не только главного управления. Есть сайты учреждений, в которых показаны основные виды производства, которые данное учреждение, значит, выполняют. Плюс мы делаем выставки, выставки своей продукции. Ну, практически на всех каких-то мероприятиях, даже вот, где-то, можно даже, скажем так, политических, мы также распространяем свои проспекты, вот, и, ну, как бы, о себе пытаемся понимание и видеть, значит, в лице, еще раз повторюсь, коммерсантов и соответствующих служб, значит, городских, муниципальных, краевых. Как все это происходит? Будет, ну, значит, примеров уже, наверное, третий год подряд. Допустим, город Владивосток, вот Теполина-аллея, знаете, знаменитая наша, вот, там выставлены лавочки, да. Это вот как раз был заказ города в одном из учреждений, края. Вот, они стоят уже третий год. Вот, я периодически прохожу и смотрю, что они целые. То есть, качество, вот, выполнение этих лавочек и плюс урн, оно, значит, хорошее. Если уже две зимы пережили, и пережили, вот, так называемый, этот ледяной дождь. Вот, значит, кроме того, мы имеем большие заказы, имели в 2020 году от администрации края по производству баков для ТБО. И не только баков, просто баков. Мы, допустим, с главой Артема было соглашение на производство и установку целых, вот, как говорится, комплексов мусоросборных. Ну, это сейчас реформа новая. Это, да, это, так скажем, актуально. Мусор, вот, это производство, ну, сбор мусора, вот, это актуально, правильно сказали. А так, у нас много видов производства, начиная со швейной. То есть мы, понятно, по традиции, наверное, еще с советских времен, колонии шили для всех. И для силовых структур, и для школ, там, заказы, и для медицинских учреждений. Мебельное производство, ну, про металлопроизводство я уже сказал, табаки ТБО, лавочки, да. Мебельное производство мебели из дерева, из других видов, это пластиковые окна. Значит, мы производили и производим по заказу крабовые ловушки для, кто занимается, говорится, морским производством. Ну, очень много, очень большой у нас широкий спектр материалов, то есть перечислять можно очень многое. Порядка, ну, порядка 500 видов продукции. Знаете, что еще интересно? Мы даже маски производили вначале. Когда вот этот вопрос начался, Олег Николаевич, губернатор, обратился, потому что пока проблема была, был заказ, мы его выполнили в несколько учреждений, вот, и снабдили Приморский край. У нас на начальном этапе, вот, в первом месяце масками, да. Но потом дальше уже пошли другие процедуры закупок там и так далее. Интересную статью я прочитала в СМИ не так давно, что заключенных, осужденных снова хотят привлекать к строительству железных дорог в России. Якобы не хватает рабочей силы и так далее и тому подобное. Вот, что это за инициатива? Ну, есть, конечно, рабочие, ну, во-первых, наверное, период пандемии, приток на рабочие силы из наших зарубежных государств, он прекратился, вот, и, наверное, наступила вот та пора, когда можно привлекать к видам работ вне учреждений тех осужденных, которые своим добросовестным поведением, трудом, значит, находятся на более облеченном положении и могут использоваться, значит, труду без охраны, скажем так. Вот, такие, значит, рекомендации пришли к нам с федеральной службы. Значит, мы провели определенную работу и во всем дали тоже положительный ответ, что готовы предоставить при, в случае необходимости, определенное количество осужденных для этих видов работ. Ну, БАМ от нас все равно далеко, поэтому хочу сказать, что востребованность наших осужденных здесь, вот, из колонии-поселений, с участка колонии-поселений, очень огромная. Еще одно новшество, о котором я читала, это то, что следственные изоляторы, ну, и то, что прописано в этой концепции развития, о которой, собственно, в начале самом эфира заговорили, это то, что следственные изоляторы хотят вынести за пределы городов. И я помню еще несколько лет назад тоже наши местные СМИ писали, что следственный изолятор в центре Владивостока тоже могут куда-то перенести, но никак не соберутся, видимо. Ну да, у вас, наверное, еще пока не точная информация. Процедура идет, это именно процедура. Вот так просто перенести изолятор, ну, это, наверное, у нас нету хатабычей, да, волосок выдернул, да, и... Ну, это долго, да. Да, это процедура. Значит, федеральная целевая программа, которая была подписана в апреле 2018 года, значит, в эту федеральную целевую программу включен... Включен строительство следственного изолятора в Приморском крае, значит, ну, было немножко неверно выбрано, значит, местоположение, то есть именно на территории города Владивостока, вот, и когда я прибыл сюда, вот, назначен был президентом на эту должность, как раз в конце октября 2017 года, вот, и через несколько месяцев, вот, говори, была подписана эта федеральная целевая программа, Рассмотрев местоположение, где должны были построить, знаете, опыт подсказал, что это не совсем правильно, вот, Ну, и дальше пошло взаимодействие с администрацией края, нашли место, вот, именно за пределами города, но в пределах, скажем так, Близко, близко от города Владивосток, это Кневичи, Кневичи, вот, нашли место, значит, началась процедура перевода этого участка земли с одной собственности в нашу, в собственность, не в собственность, а в распоряжении федерального исполнения наказания, вот, прошли слушания, буквально, наверное, сейчас в конце мая будет уже решение утвержденное губернатором, что эта земля наша, параллельно проходит процедура, значит, про этой смертной отработки, вот, документации, вот, и ближайшее время, там есть определенные нормативы, то есть сроки, значит, я их не буду озвучивать, потому что они могут где-то смещаться, чтобы наши граждане, ну, не говорили, что с 1 июля начнется, а мы и начнем со 2, да, поэтому эта процедура, значит, и надеемся, где-то в конце, по-моему, 26-го года изолятор будет построен вне города Владивосток, вот, на территории Кневичи, поселка Кневичи, вот, будет современный следственный изолятор, говорится, со всеми, так называемыми, да, европейскими нормами, вот, это не менее 8 метров на человека, вот, ну, понимаете, конечно, следственный изолятор номер один, находящийся практически в центре Владивостока, имеет длительную историю, в январе это было уже 116 лет, да, мы стараемся поддерживать следственный изолятор, чтобы, да, более, да, ну, просто тут, вот, возраст, возраст не переделаешь, да, есть определенные, знаю, жалобы, да, на состояние, там, содержание, ну, вот, ну, это уже понятная критика, мы стараемся устранять при наличии федеральных денег и какие-то, если наши вне бюджетные средства вкладываем, вот, ну, поддерживаем, вот, поэтому, выполняем, а тут, получается, видите, подписано министром, это было предложено министром юстицией, вот, что вот такие заведения, учреждения, следственный изолятор, учреждения надо вносить за пределы города, это правильно, это правильно, потому что, ну, наверное, совсем удобно будет и гражданам, и жителям иметь под боком такие вот не совсем культурные учреждения, да, вот, это, во-первых, и нам доступ, все-таки есть определенная, не совсем такая развитая дорожная структура, одна дорога, да, и этапы приходят, загруженность, плюс сам следственный изолятор находится на склоне, в зимнее время очень тяжело и заезжать, ну, так сказать, пробки, да, подъем, очень много, да, таких чисто технических условий, которые, ну, не совсем хороши, да, комфортны всем, да, все правильно, вот, и сотрудники приезжают на своих машинах, там, да, на службу соседних городов, поселков, тоже машины где-то ставить, там есть место, ну, в общем, будет вся развитая инфраструктура, которая позволит и морально, и технически улучшить содержание следственно арестованных, ну, и для службы наших сотрудников тоже будет более комфортно. Одной из главных задач, которая стоит перед работниками исправительных учреждений, является, ну, предотвращение попыток передачи запрещенных предметов или веществ на режимную территорию. Какая работа в этом направлении ведется? К сожалению, когда появились вот это мобильные средства, в начале, наверное, 2000-х годов, не вовремя все-таки мы обратили внимание на вот эту профилактику, но я имею в виду именно в главном управлении по Приморскому краю, и вот за эти десятилетия, конечно, определенные действия были проведены, но некачественное проведение обысковых мероприятий, может быть, не такая качественная закупка, значит, каких-то вот технических средств, надзора, значит, поиска вот этих вот мобильных средств, довело до того, что в учреждениях края, на следственных изоляторах стало находиться большое количество телефонов, с помощью которых осужденные, следственно, арестованные производили определенные, в том числе, мошеннические действия в отношении наших граждан. Вот. Тут, как говорится, отрицать это нельзя. Вот. Ну да, всем звонили, наверное. Да, планово, ну, планово стали мы здесь заниматься этим вопросом, то есть начали с профилактической работы, то есть доводили информацию до следственных арестованных, для осужденных, для сотрудников о, значит, том, что эти запрещенные предметы ведут к определенным, значит, взысканиям, если передача наркотических веществ, то это и дополнительные сроки отбывания наказания, вот. Естественно, параллельно проводились мероприятия, значит, по поиску с помощью специальных средств, значит, как в учреждениях, так и в следственных изоляторах, вот. И тем самым, вот, мы, в принципе, к первому января 2021 года добились того, что, наверное, где-то в 90% наших учреждений наличие вот этих запрещенных предметов в виде сотовых телефонов и других, так сказать, гаджетов тяно к нулю. К нулю. Остались несколько учреждений. Время у нас еще есть определенное, значит, директором федеральной службы до стопроцентного изъятия этих мобильных средств. Вот. Мы это дело доведем до конца. Сейчас стоит задача не допустить дальнейшего проникновения. Способов, конечно, много. Мы периодически выдаем на наши сайты, значит, интернет, значит, публикует наши программы. Да, у вас там и коптеры летают, для чего вы только не понимаете. Вот. Мы показываем и фотографии, да, и количество изъятых этих мобильных средств. Конечно, основной, основной путь доставки – это перебросы через ограждения. Конечно, вот в центре города находится следственный изолятор, окруженный домами, поэтому возможность перебросить… Через тужак, да. Да, очень вероятна. Ну, мы используем не только технические средства, но и соответствующее подразделение. Вот. И в том числе и подразделение отдела специального назначения в ГУСИН-Паримовском крае для патрулирования, профилактической работы. Вот сейчас даже практически я с вами разговариваю, да. Надеюсь, те, кто будет производить попытку и согласиться до проноса, переброса запрещенных предметов, надеюсь, они остановятся, потому что, поверьте, вопрос серьезен на контроле, ежедневном контроле. Вот. Начальники подразделений это знают, тоже так же профилактируют. Вот. Мы сейчас используем большой комплекс технических средств, в том числе и против так называемых вот этих... Коптеров. Коптеров, да, и других летающих предметов, какие сейчас могут там снова изобрести. У нас есть уже, ну, как говорится, победа в этом плане, когда и в Спаске, на территории учреждений, мы сажали эти коптеры и в Волчинце. Вот. Поэтому, если брать вот эти воздушные средства доставки, мы умеем и можем с ними бороться. Значит, следующий, конечно, более, может, массовый, это, конечно, провоз недобросовестных наших коммерсантов, заказчиков. Может, даже не они сами, а просто они нанимают какие-то автомобили для провоза продукции, для производства там каких-то своих, значит, ну, мебели, может быть, там, да, вот, для ремонта автомобилей. То есть, мы называем, заряжают эти вот автомобили и, ну, материальные, скажем, ценности, вот, телефонами, симками, алкогольной продукцией. Также имеем определенный опыт, и даже если она пройдет в учреждение, значит, все равно это будет изъято. Ну, а те, кто попытался это сделать, соответственно, будут привлечены или к административной, а тоже, может, и к уголовной ответственности. Поэтому этот вопрос сейчас стоит, ну, скажем так, на первом месте, и мы его выполним. Вот это приятно слышать, да. Но хочется спросить. В новой концепции, вот мы говорим о том, что мобильные телефоны, да, в основном пытались передавать, сейчас это пресечено, поскольку были и мошеннические действия в том числе, в новой концепции сказано, что один из пунктов, что осужденным разрешат пользоваться интернетом, то есть у них много чего там появится. Вот с этим как быть-то? Ну, с интернетом пока, наверное, не могу сказать, как это будет, и какая категория будет использоваться. Ну, наверное, здесь, да. Наверное, те, кто находится на более облегченных условиях и положительно себя захарактеризовали, может быть. А у нас есть в каждом практически отряде, в колонии, да, телефонные аппараты, которые, в помощи которых, значит, осужденные имеют право связываться со своими родственниками. То есть есть карточки, есть номера телефонов абонентов, родственники, друзья, знакомые. А, ну, пожалуйста, звоните. Пожалуйста, да. Вы знаете, когда большое количество осужденных поняли, что все-таки сотовый телефон – запрещенный предмет, и за это можно понести какую-то ответственность, да, дисциплинарную, которая повлияет на условно-досрочное освобождение или на выход на более облегченные условия, значит, количество звонков вот с этих телефонов увеличились там в десятки, а в некоторых учреждениях в сотни раз. С обычных стационарных? Да, стационарных телефонов, то есть стоит телефон, вот. Мы заключили с рядом вот таких вот коммерческих организаций на установку этих телефонов. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы были даже видеозвонки. То есть чтобы осужденный связывался по такому вот телефону и видел своих родственников. Ну, это будет, конечно, зависеть от нахождения родственников, каких они там на городах, селах находятся, иметь ли там это связь. Связь, да, в интернет, да. Это объявлено всем, в принципе, во всех учреждениях, что такая возможность будет иметься. Мы ее прорабатываем, ну, и это однозначно будет. Ну, и тем самым мы, в принципе, выполним и концепции. Вот, может быть, вы поняли в таком ракурсе, что будет связь, видеосвязь с родственниками, с использованием, ну, интернета. А вообще вот эта концепция, которая до 2030 года, что ждет ГУФСИН? Что вот сейчас будет меняться, согласно этой концепции? Ну, во-первых, любая концепция – это развитие. Значит, ГУФСИН ждет развития. Допустим, ряд территориальных органов, я недавно был в Красноярском крае, ГУФСИН в Красноярском крае, они, конечно, шагнули далеко вперед. Ну, есть объективные причины их передового, говорится, опыта, ну, и субъективные. Вот, мы, я ездил, мой первый заместитель, сейчас мы направляем ряд руководящих сотрудников учреждений для уже фиксации, скажем так, пошагово, что нужно делать. Мы посмотрели, есть определенные этапы, где мы тоже уже, ну, если не далеко отстали от Красноярского края. Ну, а концепция даст нам как раз вот по всем направлениям, о котором мы сейчас с вами проговорили, более, наверное, развитие положительное. Ну, там так много всего, знаете, от холодильников, камер, да, что-то такое я читала, до расширенного списка предметов разрешенных, до какого-то расширенного перечня медицинских услуг, вот такое. Вы знаете, в принципе, это и сейчас есть. Вот, да. Может быть, не в таком массовом количестве, но это существует. Практически, наверное, в каждом отряде, в учреждениях есть холодильники, да. Может быть, они не такие комфортные, да, и, ну, скажем так, дорогостоящие, да. Но они работают. Они работают, да. Они работают, осужденные, получая, значит, от родственников передачи, хранят определенные продукты питания. Они покупают, кто имеет возможность, покупают и в магазинах, которые существуют у нас на территории учреждениях, тоже продукты питания, вот, и хранят в них. В следственных изоляторах то же самое. Просто иногда бывает, помещения не позволяют все это дело, значит, выстраивать, да. То есть, определенные есть метражи, установка каких-то вот дополнительных предметов, холодильников, там, может быть, микроволновок и так далее. Оно и так уменьшает тот объем, квадратура, да. Вот, поэтому концепция будет... Ведь, понимаете, у нас уже за небольшой, скажем так, проживуток времени, если брать историю, да, буквально, может быть, за какие-то 10 лет, уменьшилось количество находящихся на осужденных, да, в учреждениях, кратно, кратно. Поэтому есть возможность при уменьшении, значит, числа осужденных, соответственно, на тех же площадях, уменьшать, да, спальные помещения, увеличивать те бытовые комнаты, комнаты для работы, значит, ПВР-ки так называемой, да, госпитальной работы с осужденными, те же комнаты, где между работами, да, между обедом, там, и ужином осужденный может чай попить, там, да, или вот продукты питания полученные или купленные использовать, вот, они будут, соответственно, увеличены, и тем самым, понимаете, социальная какая-то составляющая улучшится, ну, наверное, любому гражданину, даже находясь в местах, не столь удаленных, приятно быть в человеческих условиях, да, вот, комфортных, вот это, наверное, будет влиять и на именно исправление, осознание, что лучше вот жить так, да, и, соответственно, не нарушать ничего. Не будут. Да, это комплекс. Ну, согласна, да, что это комплексные меры, и последний вопрос хочется задать вот в этой всей концепции. Понятно, что все это делается в основном для осужденных, для заключенных, вся система существует для исправления этих людей, да, но для сотрудников ГУФСИН самих что-то? Для сотрудников ГУФСИН, наверное, самое важное – это получение жилья. Это большая проблема, она, наверное, была во всех силовых структурах, вот сейчас вооруженные силы ее неплохо решают, вот, и руководство Министерства юстиции, федеральные службы, наверное, учитывая опыт вооруженных сил, стало вот развиваться примерно по подобию. Вот, и, насколько я знаю, прорабатывается вопрос, значит, о ипотеке молодых сотрудников, прослуживших где-то примерно 6 лет, да, они могут вступать в ипотеку, покупать квартиры, квартиры будут выделяться, денежные средства, вот, ну, и по определенному времени они должны служить, да, уже потом эти жилье будет включаться, ну, то есть, передаваться в их собственность. Вадим Викторович, ну, концепция рассчитана до 2030 года, тут уж поживем-увидим, да? Ну да. В любом случае это развитие, и это уже хорошо. Да. Благодарим вас за эфир, и надеемся, что вот это самое развитие случится и у нас в Приморском крае. Спасибо, Юлия, за пожелания, надеюсь, это будет не последняя встреча. Мы готовы общаться с вами, рассказывать про... Всегда рады. Да, рассказывать про наше житие, бытие, говорится, да, про наши победы, ну, и где-то, может быть, и поражения. Вот, мы стараемся, чтобы Приморский край в целом, да, и ГУФСИН, как одно из направлений деятельности в составе Приморского края, ну, был передовиком. Желаем вам этого. Спасибо. Это была программа «Время говорить». И в гостях у нас сегодня был начальник ГУФСИН России по Приморскому краю, генерал-майор внутренней службы Вадим Викторович Версткин. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.